Совместно с сотрудниками госавтоинспекции мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы слушаете программу «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня мой собеседник, исполняющий обязанности начальника Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери. Павел Кондратьев. Павел Николаевич, приветствую вас! Здравствуйте! Поговорим о работе Департамента. На чём делается основной акцент? Основной акцент в нашей работе делается на ремонтной компании. То есть у нас по различным программам, по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» и по региональной программе проводятся ремонты дорог, проезжих частей, тротуаров. На текущий момент у нас по безопасным и качественным дорогам в работе 6 объектов. Это и продолжается ремонт тротуаров на проспекте Чайковского с выходом на Тверской проспект. Это продолжаются работы на Волоколамском проспекте, на улице Можайского. Это тротуары? Это тротуары. Кроме того, проводятся ремонтные работы на спортивном переулке. Все работы по указанным объектам планируется завершить к 1 сентября. Уже к началу нового учебного года? Уже к началу нового учебного года мы получим полностью физическое исполнение данных ремонтов данных объектов. То есть ремонту подлежат именно те, вот мы сейчас говорим о тротуарах, которые действительно были изношены, что требовалось, может быть, долгие годы? Да, потому что если яркий пример тому, это объект, так называемый спортивный переулок. Но в этот объект входит не только основной ход спортивного переулка. Это и переулок Садовый в районе корпуса государственного университета. Это и дублер проспекта Чайковского, который начинается на спортивном переулке и заканчивается в районе улицы Коминтерна. То есть этот куст, будем так говорить, в пределах, в границах уличной дорожной сети будет отремонтирован уже к 1 сентября. Занимаясь ремонтом тротуаров, предусмотрена ли организация так называемых велодорожек? Сегодня наша программа делает акцент на профилактику детского травматизма. Это тоже, наверное, важно в нашем городе. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодня велодорожек, к сожалению, у нас очень мало. Есть велопешеходные дорожки, то есть это когда широкий тротуар делится на участок, предназначенный для движения пешеходов. Ага, полоса такая. Да, разметкой. И участок для движения велосипедистов. Такие участки есть на улице Вакжаново, есть на Тверском проспекте с выходом на проспект Чайковского, есть на ряде других дорог. Отдельных пешеходных, отдельных велосипедных дорожек, к сожалению, мы сейчас не строим, потому что это реконструкция, должна быть реконструкция улицы. То есть в рамках ремонта тротуаров мы меняем покрытие для того, чтобы было удобно ходить. Ну а велосипедистам остаётся руководствоваться требованием правил дорожного движения, в зависимости от возраста, двигаться либо по тротуарам в сопровождении взрослых, либо по краю проезжей части. На новых тротуарах тоже будет какая-то разметка? Она позволяет быть, что называется? На участках, которые ремонтируются, например, на проспекте Ленина, там, к сожалению, ширина не позволяет. Это от ширины тротуара зависит? Да, от ширины тротуара, потому что должна сохраняться нормативная ширина тротуаров, участка тротуара для пешеходов и нормативная ширина также для велодорожек. То есть тротуар должен быть достаточно широким, это порядка 6 метров. Теперь несколько слов о ремонте непосредственно проезжей части дорог. В этом году закончены работы на улице 2-я Грибоедова, закончены работы на улице Димитрова. Комсомольский проспект с выходом на Огородный переулок также закончены работы, но это были ещё в начале года закончены. Но, тем не менее, в этом году начата работа, такая прям объёмная работа по ремонту школьных плацов. 1 сентября будут отремонтированы школьные плацы перед учебными заведениями, перед 13 учебными заведениями. 13 школ, да? 13 школ, да. В настоящее время на 100% закончена работа на 5 объектах, 7 и 8 объектов остаются в работе. Школьный плац, он что с собой представляет? Это там, где линейки? Это непосредственный подход к школе? Это то, что дети видят, направляясь к центральному входу в школу. То есть это ворота школы, если там асфальт или в одной школе вообще плиты лежали. Если ребёнок видит неопрятный школьный двор, то есть не в плане мусора, а вот разломанный асфальт, то, что нельзя силами дворников поправить, допустим, или убраться, это тоже оставляет какое-то негативное впечатление, ощущение запущенности. И поэтому, значит, работа, которая будет продолжаться несколько лет, пока все школьные плацы не будут приведены в порядок. Но это в то же время и безопасность, да? Если это какие-то неровности, мало ли, ребёнок упадёт, спотыкнётся или что? Да, это и безопасность тоже, потому что мы работаем также и по отводу воды, то есть чтобы не было луж около школьного крыльца, для того, чтобы ребёнок прошёл в чистые обуви в школьное здание. Ну здесь вы работаете, наверное, с администрациями школ, да, которым тоже известны все минусы, что нужно поправить в своём учебном заведении. Да, мы по очерёдности работы в учебных заведениях, мы, конечно, руководствовались прежде всего пожеланиями администрации школ, управления образованием, администрации города Твери. То есть мы в плотном контакте с сотрудниками образования. Что касается подъезда к школам со стороны автомобильных дорог, там предусмотрено в качестве безопасности у нас всё благополучно в школах, это и лежачие полицейские, и пешеходные переходы, и какие-то световые объекты. Мы работаем над этим с начала строительного сезона, то есть идёт обновление разметки, осуществляется контроль наличия дорожных знаков, если необходимо, мы их меняем. И в августе будут окончательно проведены работы по нанесению разметки, по установке там, где это необходимо, лежащих полицейских, для того, чтобы подъезд к школе соответствовал требованиям государственных стандартов. То есть, опять же, к началу нового учебного года. Это непосредственно касается безопасности наших детей. Павел Николаевич, сказали про ремонт татуаров, дорог, про то, как оснащены школы, ремонтируются и плацы, и подъезда к школам к началу нового учебного года. Многих жителей областной столицы интересует улица Паши Савельевой. Новый путепровод скоро будет пущен в эксплуатацию. Наверняка вы заранее уже готовитесь к этому новому движению. Да, на улице Паши Савельевой изменена схема организации дорожного движения, установлены новые светофоры. У многих возникает вопрос, зачем столько светофоров на ней поставили. То есть, на улице Паши Савельевой не осталось ни одного нерегулируемого пешеходного перехода. Ну, как можно комментировать? У нас через эту улицу вообще не должно быть нерегулируемых пешеходных переходов по государственному стандарту. Были изысканы средства, и мы все светофоры сделали, все пешеходные переходы сделали со светофорами. На старых местах остались прежние светофоры. Они являются, условно говоря, транспортными. То есть, цикличность задается определенной программой. Новые светофоры все вызывные. То есть, пешеход должен нажать на кнопку, появится на табло надпись «Ждите». И после этого светофор, отработав в зеленом для транспорта, переключится на зеленый для пешеходов, а транспорту загорится сигнал, и пешеход безопасно перейдет. Ну, кстати, это удобная такая вещь. Уже как бы народ стал привыкать к ним. Для чего? Какая польза для пешехода? Все машины стоят, потому что красный сигнал стафора, и пешеход спокойно идет. Какая польза для водителей? Водителю главное что? Безостановочно проехать. Правильно? Здесь, учитывая то, что по улице Паши Савельеву планируется резкое увеличение трафика с открытием путепровода через линию Октябрьской железной дороги в створе улицы Фрунзе, и прогнозируется транспортная затора. И по мнению некоторых водителей, вот это количество светофоров приведет к дополнительным задержкам в движении. Мы постараемся сделать, таким образом настроить светофоры, чтобы сделать движение пешеходов более дискретным. То есть для транспорта будет зеленый коридор минимум по 2,5-3 минуты. И пешеходам нужно будет подождать, конечно, подождать, когда загорится. То есть не друг за другом ходить. То есть один включил зеленый для себя одного, следом подошел еще один, тут же включил. Ну, как часто бывает и просто на пешеходных зебрах, когда идут одни за другими, не обращая внимания на автотранспорт. То есть здесь еще возможно даже и повышение пропускной способности именно пешеходных переходов для транспорта, чтобы пешеходы тогда, когда для них горит красный, оставались на тротуарах или на разделительной полосе. Кроме того, заработает при пуске путепровода, заработает светофор на пересечении улицы Паши Савельевой и Фрунзе, для того, чтобы регулировать потоки транспорта и пешеходов на этом перекрытии. Конечно, исходя из трафика, который мы получим после открытия путепровода, мы будем мониторить и при необходимости корректировать и организацию дорожного движения по полосам, и светофорным регулированием будем принимать меры для повышения пропускной способности. То есть это наша основная задача безопасности, повышения пропускной способности этой улицы. Для этого мы запретили парковку на этой улице. То есть сейчас на улице Паши Савельевой, кроме специально отведенных мест, так называемых парковочных карманов, парковаться нельзя, чтобы не занимать полосу для движения. Но тем не менее жизнь подкорректируют, что называется, и там посмотрите, что удобнее, что безопаснее. Ещё, чтобы не возвращаться к нововведениям по ремонту в областной столице, это контракт на ремонт моста через Тверцу. Это от района речного вокзала. Да, заключен контракт на ремонт покрытия моста через Сиреку Тверца в створе улицы Туполева. Работы начнутся в ближайшее время, и, конечно, планируется ограничение движения по этому мосту. В каждом направлении будет оставлено лишь по одной полосе. Поэтому нужно готовиться, выбирать пути объезда, и при движении, особенно в часы пик, особенно в пятницу вечером, в воскресенье вечером нужно иметь в виду, что на данном мосту будет движение ограничено, лишь по одной полосе, то есть выбирать пути объезда. Как правило, на сколько, как долго это может продлиться? Мы планируем закончить это в ближайшее время. Не могу обещать, что это будет до 1 сентября, но мы будем стремиться именно к 1 сентября открыть эту транспортную артерию для полноценного проезда. Опять же-таки к новому учебному году. Но я так поняла, что вот судя по срокам, которые вы называете, не должно быть так, как было в былые годы, что вот конец года, лежит снег, всё надо быстрее и быстрее закончить. То есть оптимальные сроки до начала снега, выпадения. Да, в этом году мы планируем своевременно закончить ремонтную кампанию для того, чтобы уже и в осенний период, когда все приедут с летних отпусков и количество машин и пешеходов увеличится на дорогах, чтобы люди получили уже удобные, ровные дороги и тротуары. Тем не менее, пока продолжается лето, мы уже с вами глубоко за осень зашли в разговорах, продолжаются летние каникулы, на улицах по-прежнему много детей и подростков. Наверняка вы также, как и сотрудники госавтоинспекции, озабочены огромным количеством так называемых средств индивидуальной мобильности, это электросамокаты и другие. Какая работа проводится с теми, кто организовал такой бизнес, и насколько эта работа, что называется, обнадёживает, и насколько прислушиваются к вашим советам и советам госавтоинспекции предпринимателям? Ну, прежде всего, следует отметить, что в этом году, возможно, это связано с повышением популярности этого вида транспорта, так называемых средств индивидуальной мобильности, или это связано с тем, что люди стали меньше обращать на правила безопасности пользования самокатами. Наблюдается рост числа ДТП. Мы получили сведения из госавтоинспекции о том, что в этом году, за прошедший период текущего года, зарегистрировано 16 дорожных происшествий с участием СИМ, в которых один человек погиб, и 16 получили ранения. В прошлом году, за аналогичный период года, погибших не было, и было зарегистрировано 10 ДТП, в которых 11 человек пострадали. Может быть, это объясняется тем, что стало этих самокатов больше просто физически? В этом году на улицах областного центра работают три компании. В общей сложности, по сведениям госавтоинспекции, на территории города Твери находится около 1800 единиц самокатов. Да, это много. Как организована работа с этими предпринимателями? Относительно безопасности нас, конечно, всех волнует. Регулирование правил использования средств индивидуальной мобильности с текущего года передано в введение федеральных органов. То есть, это находится под контролем госавтоинспекции. То есть, основные требования к правилам безопасности перечислены в правилах дорожного движения. Появилась новая терминология. То есть, указано, что есть пешеход, есть водитель транспортного средства, есть водитель средств индивидуальной мобильности. Он уже как отдельно через запятую стоит участник дорожного движения. Это отдельная категория. Относительно того, как вы работаете, тем не менее, безопасностью отвечает госавтоинспекция. Тем не менее, вы какой-то диалог налажен у вас, наверное, да, диалог с этими предпринимателями? О чем просите? Как выполняют? Да. Предприниматели, которые занимаются компанией в основном иногородние, но здесь у них есть представители, с которыми мы находимся на связи. И если, допустим, стоянка средств индивидуальной мобильности, которые предлагаются к прокату, мешает или уборке города, или ремонту ремонтной компании, будь то, не знаю, ремонт теплотрассы, ремонт тротуара, то мы их информируем по необходимости убрать самокаты, и компания реагирует положительно на это. владельцы прокатных самокатов, ну, я лично видел, как они убирают брошенные самокаты на газонах. Вообще, что касается муниципальных правовых актов, то у нас в Твери перечислены в правилах благоустройства места, где запрещено парковать самокат. То есть, это касается и размещения группы самокатов представителями кикшеринга, то есть, это владельцами самокатов, так и частных лиц. То есть, нельзя бросать вблизи остановок, вблизи пешеходных переходов, под мостами, путепроводами, туннелями, на газонных цветниках. Ну, конечно, мы видим, что не всегда это соблюдается, не всегда добросовестно пользуются водители самокатов такими средствами. Ну, и, к сожалению, мы часто видим, как на наших глазах происходит нарушение требований правил дорожного движения, требований правил безопасности, самое распространенное это передвижение по двое, да, да, по трое, по трое, да, это постоянно обсуждается, это ведь наказывается реальным штрафом. Это запрещено и управление такими самокатами несовершеннолетними. Угу. То есть, родители, которые позволяют ребенку, а ребенком в данном случае считается лицо, не достигшее 18-летнего возраста, пользоваться средствами индивидуальной мобильности также подлежит административной ответственности. Это по двое, по трое еще очень распространено, что сколько раз говорим, говорим, спешиваться надо на пешеходных переходах и видим все равно, что они на скорости пересекают и здесь, когда идут пешеходы, происходит наезд. Это тоже важно. на последней встрече, на одной из последних встреч представителям, владельцам самокатов предложено выработать технические решения для того, чтобы исключить движение по двое, для того, чтобы исключить движение по пешеходным переходам технически, то есть самокат просто не поедет. А, вот так? Да, им также предложено выработать необходимые технические решения для того, чтобы предотвратить управление электросамокатами несовершеннолетними. У нас в городе введен ряд ограничений тоже по нашим требованиям на определенных территориях, там, например, в городском саду, на улице Трехсвятской, там, где много пешеходов и есть опасность наезда на пешеходов водителям средств индивидуальной мобильности. Там ограничена скорость 15 км в час, тогда как общее ограничение на иных участках составляет 25 км. 25 км. Любителям самокатов также следует отметить, что при движении по тротуарам, по местам, где могут появиться пешеходы, главный пешеход и ответственность за безопасность дорожного движения на таких местах, где идут пешеходы, лежит на водителе средств индивидуальной мобильности. То есть он должен заботиться о выборе скоростного режима, не допускать помех для движения пешеходов там, где они идут. Мне бы хотелось сейчас, программа подходит к концу, чтобы вы, как бывший сотрудник госавтоинспекции, как руководитель такого важного департамента городского, дали конкретный совет пока еще школьникам на каникулах, да, и может быть их родителям, в качестве безопасности передвижения в нашем городе, будь то пешеход, будь то водитель, или водитель СИМа или велосипеда. Мы зачастую, вспоминая про детский дорожный трассный травматизм, обращаемся к водителям, но сегодня я хочу обратиться именно к пешеходам, к родителям и ученикам школ. Пожалуйста, прежде чем выйти на проезжую часть, убедитесь, что вас пропускают. Будь то нерегулируемый пешеходный переход, или даже регулируемый пешеходный переход. Если ребёнок едет на велосипеде, то он должен знать основные требования правил дорожного движения. И это забота также и родителей. Объяснить ребёнку правила безопасности. Поэтому я обращаюсь и к водителям, и к родителям. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны при проезде мест, где могут появиться дети. Ну, я думаю, что те про... А то, о чём вы рассказали сегодня, что, возможно, будет каким-то образом урегулировано ещё движение, электросамокатов, ограничение скорости технически, чтобы они могли садиться вдвоём, троём. И, может быть, как те самые ремни безопасности, до человека начнёт доходить, как надо правильно, и что всё это влечёт, к сожалению, потери здоровья, не использования и соблюдения этих правил. Спасибо вам огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был исполняющий обязанности начальника Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери Павел Кондратьев. Всего вам доброго. Дорогие друзья, берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. До свидания.